Дорогие братья и сестры, вместе скажем «Слава Богу!» Вы знаете, мы самые счастливые люди на этой земле. Многие люди в этом мире, они ищут где-то радость, ищут где-то satisfaction, где они могут найти покой. Но мы знаем, что наш покой в Иисусе Христе. Наш покой — это не в нас, не в наших стараниях, не то, что мы можем сделать, но наша радость в Нем, и когда мы пребываем в Нем, там мы находим наш мир, наш покой и нашу радость. И я бы хотел прочитать один стих в послании к Колоссянам, третья глава. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Слава Богу! Мы знаем, что в этой жизни, как было сказано, есть трудности, есть переживания, но мы знаем, где мы находимся, и это в Иисусе Христе. И когда Он явится, мы тоже оживем вместе с Ним. Слава Богу, братья и сестры. И, как мы знаем, когда мы идем, например, в холтел, когда я иду на вакейшн или куда-то переносное место, я не очень переживаю, что происходит в этом холтеле. Почему? Потому что я знаю, что придет время, может, один, два, три дня, и я уйду от этого места, и мне, если честно, оно мне не волнует. Если там что-то на стене, что-то там не очень хорошо, или там какая-то картинка, или что-то, оно мне не волнует, она мне не... Моя радость не меняется, потому что я знаю, что у меня дом не здесь. И так же мы, братья и сестры, когда мы на этой земле, там, может, что-то не получается, может, что-то не то, но мы знаем, где наш дом. И когда мы стремимся туда, когда мы поднимаем наши очи туда, там наш покой. И сегодня я бы хотел чуть поговорить о плод Духа. И сперва я бы хотел прочитать от Галата, 5 глава, 23 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстетями и похотями. Слава Богу! И как мы видим, это плод же Духа. Не плоды Духа, а плод Духа. Означает, что это только один плод. Когда мы пребываем в Духе, когда мы пребываем в Нем, когда мы пребываем со Христом, вот что возрождается в нас. И плод, что такое плод? Когда есть дерево, плод — это то, что это дерево produces. Это то, что это дерево как производит. И как мы знаем, например, апельсинное дерево, оно производит апельсины. И когда в Дух живет нас, Он также производит, также производит эти качества в нас. И они выходят из нас. Христос живет в нас. И эти дела, эти хорошие качества, они выходят из нас. И как мы знаем, что когда дерево, оно производит плоды, оно не производит плоды для себя, но оно производит плоды для кого-то другого, как, например, мы. Когда мы видим плод, мы можем вкусить в этот плод, и нам хорошо, и нам вкусно. Также и мы, братья и сестры, мы являемся тем деревом, который производит эти плоды. Или Христос в нас производит эти плоды. Но эти плоды не для нас. Но эти плоды производят для ближнего нашего, для людей в церкви, для каждого из нас. И мы знаем, что сегодня молитва и служение. И мы молимся за братья и сестры, которые нуждаются, может, с именем проблемы, что-то происходит. Но мы можем нашими плодами послужить им. Самый первый можем послужить любовью. Это когда мы молимся для них или переживаем, приносим им что-то с этим. Но сегодня я бы хотел чуть-чуть поговорить о любви. И как мы знаем, самая большая любовь, это любовь, которую Христос проявил к нам. Это Божья любовь. И это написано Иоанна 4, глава 9 стих. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единственного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Мы однажды были мертвы, у нас не был путь, мы ходили по другим путям, у нас не было куда идти, но Бог видел наше состояние, и Он послал Своего Сына и дал нам путь. Ибо написано, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Это Иисус говорил. То только в Иисусе мы можем прийти к Богу, только в Нем мы имеем наше святение. И мы знаем, что в Старом Завете многие фарисеи, книжники, они старались быть оправданными своими делами, законом. Они думали, что они смогут своими силами что-то преодолеть, своими силами прийти к Богу, но мы видим, что в Библии написано, что никто не оправдается своими делами, никто не оправдается законом. Мы знаем, что наше оправдание это Иисус Христос. Слава Богу! И я бы хотел также прочитать еще один стих. Это от Иоанна, 4 глава, 16 стих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает и в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Слава Богу! И как мы знаем, Бог есть любовь, и мы созданы по подобию Божьим, то мы пребываем в любви. Здесь даже написано, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. И мы не будем страшиться в день суда, потому что совершенная любовь изгоняет страх, и мы идем в вечность со Христом, и Он нас туда ведет, и Он дает нам путь к небесам. И как мы видим, когда любовь Божья, она пребывает в нас, тогда радость заходит в наше сердце. И это не радость, которую мир это дает, но эта радость, она не меняется according to our circumstances. Наше обстоятельство меняется, но Божья любовь, как мы знаем, она никогда не меняется. И Его Слово не меняется. вот зачем мы имеем твердое основание в Нем. И мы можем стоять твердо, зная, что Он нас ведет по своему пути. И также я бы хотел чуть-чуть поговорить о благодати, благодати Божьей. Потому что мы знаем, законно мы не оправдаемся, но с благодатью Божьей мы оправдаемся. И Христос пришел, чтобы дать нам жизнь. И это дает нам силы жить свято. Благодать Божья это то, что дает нам силы жить свято в этом мире. И Иисус сказал, что я не прошу, что ты взял с этого мира, но сохранил в мире. Ну как мы можем быть в этом мире и жить свято? Это конечно же силою, которую Бог нам дает. мы можем преодолевать, мы можем жить свято. И как сегодня мы молимся за братья и сестры, самое большее, что мы можем, это молиться, принести к Богу и с нашей любовью к ним обращаться и показать этот свет, который живет нас. Свет Иисуса Христа, который живет наш, чтобы он ради леет сандем, что эта любовь выходила и касалась их сердец, то с этим словами будем молиться. Аминь.